Приветствую, друзья. Путин готовит Россию к долгой войне. Война – это и есть его реальная программа на новый шестилетний срок. Война – это будущее каждого россиянина, то есть каждого из нас. Все путинские действия после переназначения буквально кричат об этом. Одно из первых решений Путина на новом сроке – это повышение налогов. Почему налоги повышены именно сейчас? Потому что нужны деньги на войну. Понятно, что только этим повышением налогов войну не обеспечишь, но с чего-то надо начать на этом сроке. При этом налоги повышают не на год, их повышают навсегда. Повышают налог на прибыль предприятия, это значит сокращается возможность для инвестиций. Подоходный налог становится прогрессивным, то есть увеличивается по мере увеличения дохода. Да, те, кто получают примерно до 200 тысяч рублей в месяц, продолжат платить 13%. Да, с диапазона 200-400 тысяч в месяц налог будет 15%. До 1 600 – 18%. До 4 миллионов – 20%. Сумм больше 4 миллионов – 170 тысяч рублей – 22%. Я думаю, что большинство из вас достаточно легкомысленно отнеслось к этой новости. Зарплата даже 200 тысяч в месяц – это хорошие деньги и в Москве. А для большинства регионов это уровень богатства, а не среднего класса. А уж выше 4 миллионов в месяц в стране получают вообще доли процента от работающих. Поэтому на себя высокие налоги мало кто примеряет. А зря. Во-первых, это не только зарплата, а вообще любой доход. Квартира сюда же. Во-вторых, корректировка налоговых порогов на уровень инфляции не планируется. То есть, если сегодня 200 тысяч в месяц – это 2000 евро и почти богатство, то завтра может оказаться гораздо меньшей в эквиваленте и весьма распространенной зарплатой. А значит, повышенные налоги будут платиться уже с не очень больших доходов. В-третьих, и главных. Этот уровень налога мало что дает бюджету. Значит, его будут повышать. Сейчас лишь тестируют общественное мнение. Налоговую прогрессию психологически тяжело вводить. А вот корректировать сторону увеличения ставки гораздо проще. Если помните, то единая плоская ставка налогов 13% продержалась почти 20 лет. А вот в 2021 году ввели дополнительную 15% ставку. И уже, смотрите, через три года добрались до 22%. Причем введение прогрессивной шкалы налога было обставлено изуитски. 15% ставку вносили с обоснованием, что этот дополнительный сверх 13% налоги пойдут на лечение детей. Фонд «Круг добра». Кто же будет возражать, чтобы ради детей изменили принцип плоской шкалы? Никто. И вот принцип изменили. А теперь дополнительные сборы идут на войну, а вовсе не на лечение детей. Или вот другое решение начала нового президентского срока. Замена Шойгу на Белоусова. Это замена вороватого строителя на относительно честного, конечно, по меркам этого режима, бухгалтера-государственника. Который не допустит перебоев в снабжении войск, сколько бы война не продлилась. Это спустя год после смерти Пригожин уже из могилы докричался до Путина. И был услышан. Шойгу! Герасимов! Где *** мои припаты? Как теперь понятно, Тимур Иванов был арестован, как это не смешно, действительно за коррупцию. Смешно потому, что сама должность Иванова была ответственной за коррупцию в Минобороны. То есть, если бы у него была такая табличка на двери, то никто бы в министерстве и не удивился. Но вот Путин вдруг проснулся и решил, что Шойгу и его люди стали слишком много себе брать. Тем более военное время. Очередная папочка с компроматом на Иванова легла на стол и материалом дали ход. А следом слетел и Шойгу. Новый министр обороны Андрей Белоусов никогда не имел отношения к армии. Но за исключением дружбы с Пригожным, как выяснили коллеги из центра досье. Белоусов это чиновник экономического блока, который не работал за пределами научных учреждений и органов власти. 65-летний экономист с еще советским образованием и закалкой. Единственная задача, которую можно придумать такому специалисту во главе Минобороны, это чтобы чуть меньше воровали при снабжении. Путин ставит во главе военного ведомства специалиста по экономическому планированию и аудиту. Он прекрасно понимает, что нужно сделать для того, чтобы экономику всего силового блока и Министерства обороны, как ключевого звена этого блока, вписать в общую экономику страны. Назначение Белоусова это путинский ответ американскому пакету помощи Украине. Мол, Байден гарантирует Украине бесперебойные поставки оружия в течение пяти кварталов до середины 2025 года. Ну, а я тогда поставлю во главе своего военного ведомства человека, который мне сократит воровство. Мы хотим сосредоточить административные ресурсы на достижении основной задачи, которая сегодня стоит перед страной. Достижение нужных нам результатов в рамках проведения специальной военной операции. Что, конечно, не очевидно. Один такой уже был. Сердюков звали. В деле Юкса отметился. Воровать при нем стали как не в себя. Васильеву все помнят. Белоусов во главе Министерства обороны это не военно-начальник. Это человек-сигнал. Сигнал готовности вести войну на истощение. Ту войну, где снабжение важнее планирования боевых операций. Ну, а для командования войсками на своем месте оставлен глава генштаба Герасима. На военную перспективу работает и еще одно нововведение этого путинского срока. Я имею в виду электронные повестки в военкомат. Ну, сами прикиньте. Бухгалтера во главе Минобороны поставили. Денег на войну через новые налоги набрали. Воевать-то кто будет? Вот до сих пор путинское ноу-хаус стояло в том, что солдат на войну просто покупали. К сожалению, оказалось, что в России есть очень большое количество мужчин, готовых пойти и умереть за относительно небольшие деньги. Много семей, для которых мертвый муж был полезнее живого, потому что выплаты за смерть на фронте превышают зарплату за всю жизнь. Это невероятная ситуация и чудовищная иллюстрация того, до чего довел страну этот режим. Но люди, готовые добровольно идти умирать за деньги, заканчиваются. И если режим планирует воевать долго, то ему нужны люди, которые пойдут умирать на фронт недобровольно. И вот с этой осени вводят электронные повестки. Сейчас по закону вам должны вручить повестку в руки под подпись. С 1 ноября повестка будет считаться врученной в течение 7 дней с момента размещения в реестре на сайте. После этого вы не сможете выходить из страны, получить загранпаспорт, оформить ИП, продать недвижимость и так далее. В реестре будет содержаться и адрес по прописке, и фактический адрес, даже если он не подтвержден. Постановка на учет будет идти и по месту вашей работы. Другими словами, от призыва уклониться станет гораздо, гораздо сложнее. И от мобилизации тоже. А еще возможная мобилизация станет намного менее шумной и публичной. Просто пришло сообщение на госуслугах, и все. Добро пожаловать на фронт. Путин нового срока тихой сапой переводит страну на военные рельсы. И самое ужасное, что его действия с какого-то момента обретают собственную логику и мощную инерцию. Если вы создаете ресурсную базу для долгой войны, то вы обречены на ведение войны. Даже если других причин для войны уже нет. Те решения, которые сейчас принимаются, определяют следующие 10-15 лет жизни страны. И эти решения ведут страну к продолжению войны. Никому не нужной войны. Счастливо вам. В программных речах Путин обещал защиту традиционных ценностей. Похоже, эти ценности нам представлены. Военный налог, нападение на соседей и рекрутская повинность. Редактор субтитров А.Семкин